Великой Отечественной войны Виктора Свила с учащимися старших классов с Моргонской средней школы номер 5 в рамках образовательного проекта «Школа активного гражданина». Интерес юношей и девушек был объединен общей темой «Смотри и помни» к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Беларусь в период Второй мировой понесла колоссальный ущерб от действий фашистской Германии и ее пособников, придерживающихся идеологии национал-социализма, ключевым положением которой является расовая, национальная и религиозная нетерпимость. В настоящее время в нашей стране фиксируются факты искажения событий прошлого. В интернете публикуются псевдоисторические статьи, оправдывающие нацистских преступников и их пособников. С принятием закона о недопущении реабилитации нацизма и внесением соответствующих изменений в другие законодательные акты в Беларуси создан наиболее полный комплекс мер по противодействию попыткам реабилитации нацизма. Вопросы, конечно же, актуальны. И не случайно они попали в повестку дня работы парламента. И вы знаете, вот эти законопроекты на эту тему в первом чтении уже прошли, и вот часть из них уже прошла во втором чтении. Это вот основная тема весенней сессии. Актуальность этих тем обусловлена событиями, конечно, политической жизни в нашей стране на протяжении последнего полугода. И, как показывает опыт, что эти и законы, которые призваны защищать, во-первых, историческую память, во-вторых, противодействовать реабилитации, попыткам реабилитировать нацизм. Это какой? Не только нацистов, как немцев, которые придерживаются определенной идеологии, но и их пособников, которые порой на оккупированных территориях вели себя гораздо более жестко, даже чем фашистские оккупанты. И это все нужно помнить, и это все надо оценить. И это очень важно, чтобы об этом мы, люди старшего поколения, рассказывали и молодежи, и дети. Чтобы они вот эти вещи не выбрасывали из своего поля зрения, чтобы постоянно об этом помнили. Именно поэтому это актуальная тема и сегодняшний день. Особенно сейчас в мае, когда мы только отпраздновали недавний день Победы. Это праздник, это событие, которое лежит в основе нашей, в общем-то, один из толков нашей белорусской идеологии. Ведь во время Великой Отечественной войны, когда мы все вместе, все народы Советского Союза боролись с фашизмом, общим врагом и освобождали Европу, задача была навести порядок, принести свободу и мир в Европу. И очень много человеческих жертв понес Советский Союз. И белорусский народ прежде всего, потому что мы все вышли оттуда, из Советского Союза. И об этом надо помнить. И не спускать тех попыток, когда пытаются подменить понятие и сказать, что не Советский Союз, не советский народ в совокупности, которым и белорусы были, является победителем, а какие-то там люди за океаном, которые там где-то что-то организовывали. Нет, наибольшее число жертв это было здесь. Наибольшее сражение масштабное было здесь, в Европе, на оккупированной территории Советского Союза. И об этом надо напоминать, не надо стесняться, надо не давать возможности фальсифицировать вот эти вещи. Потому что в этом наше национальное самосознание. А его надо беречь, если мы хотим оставаться современной, развитой нацией, народом, который имеет перспективы и хочет жить на своей земле достойно. Подвиг народа в тылу, работники тыла, либо подвиг на ратном поле, это все равно подвиг. Можно по-разному оценивать причины начала Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, можно по-разному относиться к этим всем отдельным фрагментам этих событий. Но фактом остается то, что обычные люди, солдаты, минсосты, работники тыла, испытывали тяготы всей вот этой военной жизни. Они отдавали свою жизнь, они теряли свое здоровье для того, чтобы вернуть мир. А это неоспоримо. Вот с этими вещами никто не поспорит. Именно поэтому сегодня День Победы, по-моему, это самый главный праздник в течение года в нашем календаре государства, который действительно объединяет всех. И вот важно не дать возможность растащить это единство по коморкам, по каким-то интересам. Именно до этого мы встречаемся с детьми, с школьниками и об этом говорим. В ходе разговора ребята освежили в памяти знания основных моментов хода Второй мировой войны. Поделились мнением о том, что нужно делать, чтобы избежать повторения подобной трагедии. Отметили необходимость строить отношения на основе взаимного уважения, взаимопомощи и доверия, недопущения конфликтов, отсутствия и расизма. В фокусе обсуждения были такие понятия, как всенародная память, подвиг воинов, величие и сила духа людей. Сохранение памяти о событиях войны, уважение к истории своей страны.